здравствуйте друзья у многих начинающих ютуберов возникает желание что-то показать на компьютере записать видео и выложить это на общее обозрение многие приспосабливают видеокамеру перед экраном на треноги или еще как-то устанавливают ее но оказывается все уже давно изобретено есть такая программа obs studio и я покажу вам как ей быстро научиться пользоваться вот как раз я сейчас с помощью ее и снимаю это видео для начала надо зайти на страницу obsproject.com slash ru slash download и здесь вы увидите предложение скачать в без студия для начала на выбрать вашу операционную систему это соответственно либо windows к сожалению bs studio поддерживают только 8 8 1 и 10 это mac с 10 13 и новее и linux соответственно ubuntu 14 4 и новее мы выбираем наш windows для 64 разрядной системы просто скачать установщик если у вас 32 разрядная система то скачать установщик 32 бит после того как вы скачаете и сохраните на жестком диске вы идете регуляторию где сохранили эту программу вот она называется obs studio 27.1.3 тире full тире инсталлер тире 64 экзешный файл размером 88 мегабайт 517 килобайт запускаем его и получаем на экране вот такую вот программу сейчас я примерно объясню где что есть и как начать быстро пользоваться для начала посреди экрана находится рабочая область сверху стандартное меню программное снизу 5 подразделов первый из них сцены сцены это вот наш поток который мы записываем сейчас добавлять сцен можно несколько также управлять ими выбирая активную и неактивную дальше источник жмем на плюсик выбираем само собой захват экрана захват экрана называем его как-то как вам забрали заблагорассудится я назвал вот рабочий стол и жмем окей также можно добавить и камеру если вы хотите чтобы зрители в уголке вас видели вот и жмем плюсик устройство захвата видео обзываем как хотите там моя камера жмем окей он предлагает вам менюшку к сожалению камера у меня заклеена расклеивать не буду предлагает его вам вот такую менюшку со стандартными настройками вы жмете окей и получаете изображение рамочку изображения можно менять размеры и а также можно перетаскивать нужный вам угол чтобы камера не всегда была видна ее можно временно отключать отключать нажав на глазок около надписью моя камера вот сюда вот все камера исчезла я ее пока уберу потому что она мне не нужна так следующий идет микшер аудио здесь нажав на шестеренку вы можете посмотреть свойства вашего аудио устройство выбрано по умолчанию я думаю что сюда соваться особенно не стоит разве что поэкспериментировать захотите также нажав шестеренку может выбрать звуковые фильтры которые вы будете использовать при записи видео вот я выбрал компрессор с настройками разберитесь пожалуйста сами принципе здесь все прозрачно и также выбрал шумоподавление чтоб всякие небольшие шумы не мешали звуку сами оцените качество видео не громкость а именно качество вот программа сама подобрала вот такой режим шумоподавления хорошая качество больше потребления процесса вот здесь есть также низкое потребление процесса и соответственно низкое качество следующий идет переход между сценами но это поэкспериментируйте сами вот здесь есть несколько видов предустановленных посмотрите что вам больше понравится и дальше управление в управление самая ценная кнопка это настройки войдя в которой вы можете контролировать все настройки которые здесь есть нас в основном интересует вывод режим вывода простой то что надо начинающим битрейт можно изменять вот здесь вот программа определила что мне оптимален 2,5 тысячи кодировщик x264 и битрейт аудио 160 больше я ничего трогать не буду и тоже ценное надо знать же куда наше видео пишется чтоб его потом найти вот соответственно директория где будет храниться записанные вами видео ну по умолчанию это юсер ваше имя и директория видео качество записи выбрана высокая средний размер файла и вот обратите внимание программа выставляет формат записи МКВ конечно привычнее АВИ или МП4 но по своим соображениям каким то программа ставит такой формат записи но самое главное что программа позволяет после окончания записи вашего сеанса автоматом перекодировать в МП4 вашу запись так что не беспокойтесь это все встроено в программу все если что то здесь меняли жмем применить сначала потом ответ так и еще если вам не хочется заниматься вот этими настройками подбирать микрофоны если у вас их несколько или разрешение экрана подбирать то нажмите в менюшке инструменты и первым пунктом здесь мастера автоматической настройки пройдите ее и система сама определит как лучше настроить вашу программу так и теперь остается нажать начать запись и начать снимать вот пожалуй и все что надо знать чтобы начать пользоваться этой программой всего доброго спасибо за внимание